МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, попробуем ещё раз. Угу. О, отлично! Показатели с каждым разом всё лучше и лучше. Представляете, я тут решил заняться развитием способностей собственного мозга. Вы же тоже наверняка слышали, что его возможности мы используем лишь на 3%. А если научимся задействовать хотя бы половину его ресурсов, без проблем сможем телепортироваться, левитировать, и вообще не жизнь будет, а малина. Так что же это за орган такой, мозг? И как его тренировать? Смотрите скорее. Мозг человека – самый загадочный и сложный объект во Вселенной. Ведь всё, что создано цивилизацией, да и сама она в том числе, – продукт деятельности человеческого мозга. Но несмотря на многие тысячелетия развития, мы до сих пор не только не научились использовать свой мозг на полную мощность, но даже утратили некоторые способности, присущие древним людям. Учёные вывели теорию, что при потере, например, конечности, участок головного мозга, который отвечал за иннервацию мышц руки, может сливаться с участком мозга, который отвечает за иннервацию мышц лица. И те же самые фантомные боли могут отражаться на лице человека без руки или без конечностей. Знаете ли вы, что долгое время учёные считали, чем больше размер мозга, тем выше уровень интеллекта? Например, у Ивана Тургенева мозг весил 2012 граммов. А обладателем самого тяжеловесного рассудка был немецкий учёный Таус. Его самый умный орган весил 2400 граммов. Каково же было удивление учёных, когда оказалось, что мозг гениального Альберта Эйнштейна тянет всего на 1230 граммов, при норме 1400 для среднестатистического мужчины. Более того, зарегистрировано, что обладатель самого тяжёлого мозга 2900 граммов был умственно отсталым. Значение имеет не столько масса, сколько объём коры головного мозга. У людей он значительно больше, поэтому они и разумнее животных. Ранние Homo sapiens на территории Европы – кроманьонцы. Вообще заткнули бы нас за пояс своим мозгом. Его объём составлял 1600-1800 кубических сантиметров. Самое удивительное, что около 20 тысяч лет назад началась обратная тенденция – мозг стал постепенно уменьшаться. Значит ли это, что древние люди были умнее нас? Вполне возможно, отвечают учёные. Большим размером мозга отличались и некоторые египетские фараоны. Раскопки и многочисленные исследования неоднократно подтверждали, что они имели необычную вытянутую форму черепа, и объём мозга примерно в полтора раза больше, чем у обычных людей. Вспомните знаменитые египетские головные уборы, которые изображены на фресках. Да тут же не фертите. Эти уборы были вытянуты назад. Многие говорят для того, чтобы… для красоты. На самом деле нет. Эти уборы применялись для того, чтобы скрыть, защитить необычную форму черепа. Кроме Египта, подобные странные гигантские черепа находили в разных странах. В Северной Америке, Мексике, Эквадоре, степях Евразии. В Чилийском музее находится самая большая коллекция подобных вытянутых черепов. Их там более пяти тысяч. Но причины такой странной деформации учёные не могут объяснить до сих пор. Не исключено, что эти избранные, благодаря огромному мозгу, владели какими-то особыми способностями. Таким же они были? Скорее всего, это были потомки инопланетян. Которые воздвигли пирамиды, монументальные сооружения, изображения которых по сей день находят учёные в Египте. Это были сверхлюди, которые могли управлять мыслями людей, подавлять их волю, при этом не говоря ни одного слова. Наверное, вы и сами не раз слышали, что возможности своего мозга мы используем всего на 2-3%. А если бы научились использовать хотя бы 10, стали бы подобны гением. Но это не совсем так, говорят учёные. На самом деле наш мозг работает на полную катушку. Только мы не замечаем этого. Если говорить простым языком, мозг использует столько ресурсов, сколько ему необходимо. При экстренных ситуациях в мозгу срабатывает щелчок или какая-то красная кнопка, что позволяет ему работать на полную мощность. Некоторые неиспользуемые в обычной жизни клетки мозга – это ещё некий древний архив, запасной фонд, данный нам природой. Они не используются в обычных условиях. Но если Землю постигнет глобальная катастрофа, и условия жизни вернутся к тем, какими были несколько тысяч лет назад, то древняя память проснётся и создаст органы, которые помогут человеку выжить. Хвост или жабры, к примеру. К тому же, использование мозга на полную катушку в повседневной жизни стало бы слишком сильным испытанием для организма. Ведь даже в своём обычном состоянии этот верховный главнокомандующий потребляет четверть всех наших ресурсов. Так как постоянно поступает новая информация, старая теряет свою актуальность. И старая информация борется снова из-за места в памяти. И это часто может приводить к искажению прошедших событий. Оказывается, в мозгу у женщин и мужчин воспоминания организованы по-разному. В памяти женщин лучше сохраняется то, что вызвало у них какие-либо чувства. Мужчины, напротив, используют логику при запоминании. Из-за этого в их памяти легко сохраняются цифры, схемы. А из событий выделяется что-то главное. Суть, которая может помочь при решении конкретной задачи. Именно из-за этого мужчины не помнят дату первого поцелуя или годовщину свадьбы. Они считают это ненужным. А зато женщины пару часов после скандала уже могут сесть за стол переговоров. Мужчины же обиду помнят всю жизнь. Этот удивительный и загадочный орган запрограммирован на непрерывное развитие и совершенствование. Не случайно многие люди, которые занимаются напряженным умственным трудом, живут до глубокой старости, сохраняя ум, здоровье и бодрость духа. Как же сделать так, чтобы наш мозг всегда был в тонусе и чувствовал себя комфортно? Прежде всего, постоянно тренировать его. Нужно активизировать мозговую деятельность для того, чтобы стимулировать создание новых нейронов мозговых. И для этого очень полезно людям в пожилом возрасте использовать новые виды деятельности. Как умственные деятельности, например. Изучать новый язык, разгадывать кроссворды, учить что-то. Ну, то есть давать пищу своему уму. Пейте больше воды. Желательно структурированной или талой. Такая вода близка по своей структуре к внутриклеточной воде организма человека и помогает избавить мозг от нехватки жидкости. И делайте, если можете, стойку на голове. Это улучшает кровоснабжение мозга. Не случайно ребёнок в утробе матери всегда находится вниз головой. Для хорошей продуктивной работы центральной нервной системы очень важно наблюдать за тем, что человек ест, чтобы питание было сбалансировано. Потому что аминокислот, он и вообще пища для наших мозгов, и вообще для нашего тела не может ниоткуда из другого места поступить, кроме как из пищи. Хорошим стимулятором мыслительных процессов служит зелёный чай. Он снимает нервное напряжение, улучшает умственную работоспособность и помогает сосредоточиться. Таким же действием обладают и красные соцветия лугового клевера. Просто заваривайте их и пейте, как чай. Заботьтесь о своём головном компьютере, и он ответит вам взаимностью. Пусть ваш мозг никогда вас не подводит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!